Сегодня в медиа-центре время. За одним столом сидел председатель технического клуба «Самоход». Сидел представитель концерна «АВЭК» Фельдман-экопарк Александр Струнов. Наше сотрудничество в результате приведет к тому, что ретро-автотема в Харькове будет еще более узнаваема для наших земляков. Доставит им массу удовольствия на праздниках городских и привнесет какие-то яркие оттенки в их будничную жизнь. Сто лет назад наши автомобилисты Харьковского автомобильного клуба проехали к своим друзьям в Екатеринослав с пробегом и вернулись назад. У нас есть летописные данные о том, как это все происходило. И таким образом мы хотим повторить этот пробег. Харьков-Днепр. Днепр. Харьков. Участвовать в этом будет музей Днепровский машины времени. Звездное ралли. Большое автомобильное приключение, как принято у нас говорить, испытание машин и людей. Но это большое мероприятие не может быть без предварительной подготовки. То, что организаторы готовятся уже не первый год к каждому мероприятию очень тщательно, это одно. Второе. Нам надо подготовить участников, настроить, научить людей, чтобы люди осознали, что им придется пережить за эти четыре дня гонки. Для этого будут проходить учебно-тренировочные сборы. До Большого звездного ралли учебно-тренировочных сборов будет два. Первый учебно-тренировочный сбор будет 25 мая. Второй учебно-тренировочный сбор будет проходить 15-16 июня. В день троицы, так, чтобы люди не перепутали. В рамках другого мероприятия. Вот об этом мероприятии чуть подробнее. Это новый формат в Харькове. Такого раньше не было. Это тот же слет ретро-мобилей, но ретро-пикник. Он будет проходить в Фельдман-экопарке на открытом воздухе, в лесу, в тени деревьев. В чем его отличие от обычных ретро-слетов? Здесь люди могут в формате пикника, как часто за границей это происходит, приехать со своими барбекю, мангалами, приготовить на костре мясо, овощи, кому что по душе. Вход для всех посетителей бесплатный. И участие для участников, разумеется, тоже бесплатно. То есть люди получают удовольствие, не неся никаких материальных затрат со своей стороны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова